Всем привет, друзья! Сегодня в обзоре у нас видеокарта от компании Palit 3060. Стартовая цена у этой видеокарты была вот такая. Продавалась она по такой цене в DNS. Кто покупал такую карту с рук, то цена была намного дороже. А сейчас цена ее составляет примерно 90-100 тысяч рублей на том же Яндексе. Кто гоняется за видеокартами, скорее всего, уже знает, что эта карта на 12 ГБ. И в основном только эта и отличается с версией 1060 Ti. Видеокарты от компании Palit поставляются в такой коробке. Как обычно, они пломбируются пломбами с двух сторон. То есть, если она вскрывалась, то вы увидите вскрытую пломбу. В комплектацию у нас идет документация. И сама видеокарта. Она поставляется в пакете, который тоже опломбирован. И при вскрытии будет следующее. Остается бумажка. То есть, ее обратно никак не приклеишь. Если она вскрывалась, вы тоже об этом узнаете. Единственное отличие 3060 от 3060 Ti, это то, что отсутствует подсветка. У данной видеокарты. У 3060 Ti здесь идут светодиоды. По питанию видеокарта также требует подключения 8-пин. Имеет хорошие термопрокладки на всех чипах. И хорошо охлаждается. Такая видеокарта с памятью на 12 ГБ будет очень полезна геймерам. Либо тем, кто занимается 3D-дизайном. Ну, а для майнингов она не приспособлена. Потому что у нее урезан хешрейт по эфиру. Да, имеются другие алгоритмы, где она тоже неплохо выдает. Но для майнинга эфира она пока что не годится. Давайте перейдем к тестам и все сами посмотрим. NVIDIA, конечно, обрезала доход на эфире. Но у нас имеются же другие монеты. Если мы ставим одну карту 3060, то увидим, что самая популярная монета является сейчас Cortex. И выдает она 4,51 доллар в сутки. Это самая доходная монета на сегодняшний день. Можно помайнить другие монеты. Возможно, они вырастут и принесут больше. Но это на ваше усмотрение. Также здесь в списке имеется эфир на пятом месте. Вот у него доходность 2 доллара. В системе Rayvos карточка определяется как неизвестное устройство. Это потому, что драйвер еще не подвезен. Настройки у меня вот такие. Для того, чтобы карточка давала побольше дохода, мы повышаем ей power limit. Повышаем частоты по ядру и по памяти. И получаем следующее. Если мы будем майнить ворону, то это у нас получается 24,6 мегахеш. Если посмотрим здесь, то с карточки это выходит 3 доллара. Ну а если мы рассчитаем на what to mine данный хешрейт с одной карты, то это получается с вычетом уже электричества 2,93 при данной сложности. То есть в месяц ты будешь получать с карточки 87 долларов. А это примерно 6300. Данные карточки сейчас в дефиците. Когда появится новая партия неизвестно. И стоимость их конечно же не радует. Вот собственно и все. Ссылочка как обычно в описании к видео. Не забывай ставить лайки, подписывайся на канал. Если хочешь, чтобы я записал видео про другие алгоритмы, пиши в комментариях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok